Вместо развития экономики – тотальная торговля краденым, вместо иностранных инвестиций – вывоз капитала, вместо политики – чиновное администрирование, вместо выборов лучших из лучших во власть – назначение своих и лояльных, вместо национальной идеологии – антисоветизм и власовщина, вместо политиков – аватары, вместо русского государства – хазария, вместо роста благосостояния народа – установка «Люди. Новая нефть», вместо квалифицированных рабочих – гастарбайтеры, вместо инженеров – мерчендайзеры, вместо качественной журналистики – блогеры с хейтерами, вместо профессиональной армии – чиновника, вместо воспитателей – психотерапевты, вместо учителей – тьюторы, вместо вузов и НИИ – храмы и мечети, вместо полета в космос – бегство в Израиль и Турцию, вместо производства авиалайнеров – сборка китайских авто, вместо производства арматы – танковый биатлон, вместо качественных бронежилетов для всех – парк «Патриот», вместо свободных профсоюзов – мутные НКО, вместо роста зарплат – цифровой рубль, вместо медицины – платный ПЦР и жижа от владелицы – гольф-полей, вместо высокоскоростных магистралей по всей стране – метро Воденцова, вместо гласности – анонимный электронный контроль, вместо правосудия – легитимизация беспредела, вместо законодателей – шестерки олигархии, вместо свободного рынка – война с санкцией, вместо демократии – биометрия, вместо освоения Сибири – собирание россиян в московские человейники, вместо родильных домов – клиники пластической хирургии, вместо развития сельского хозяйства – гордость за экспорт зерна и подготовка к поеданию насекомых при импорте помидор из Турции, картошки из Израиля и огурцов по цене в три раза больше, чем бананы из Египта. Вместо достижения страны к новому технологическому укладу – строительство дворцов с кальянами и покупка яхт для любовниц. И вместо ясного и привлекательного образа России и будущего – дугинская борода в телевизоре.